здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда я артем и запускаю новую рубрику на канале будем говорить о каких-то интересных железячных новостях и буду рад выслушать также и ваше мнение в комментариях надеюсь что вы поддержите меня большими пальцами вверх в начинаниях в новых ну и поехали первая новость это компания nvidia показала нам наконец-то паскаль правда это не потребительский продукт это плата tesla для сложных математических расчетов и сейчас вы сможете увидеть скриншот где собственно сравнивается чип с предыдущими чипами это максвелл и кеплер архитектуры чип используется gp100 в установке tesla p100 и здесь мы сразу же видим отличие fp64 ядер то есть для вычислений с двойной точностью здесь 1792 в максвелл их было всего 96 и логично то что компании nvidia нужно было выкатить новый чип новую архитектуру для того чтобы повысить производительность своих вычислительных станций и вот как раз это и было сделано 15 3 миллиарда транзисторов здесь tdp 300 ватт 16 нанометров технология производства и 14 гигабайт памяти hbm2 пропускная способность памяти более 720 гигабайт в секунду разрядной шины 4096 бит производительность для операции с двойной точностью 5 и 3 тера флопса что примечательно чип здесь не полный он использует всего 3584 ядра из 3840 доступных и представляет собой очень мощный компьютер на этом чипе скорее всего не будет потребительских продуктов он достаточно сложный он достаточно дорогой и компания nvidia для своих уже потребительских продуктов для паскаля в массы так сказать будет использовать другие чипы также компания nvidia показала суперкомпьютер на базе плат tesla p100 для обучения нейронных сетей для их программирования и может быть скоро появится искусственный интеллект еще у компании nvidia есть такая технология по виртуализации десктопов называется она nvidia grid это специальные сервера удаленные то есть мы где-то на компьютере например что-то редактируем например создаем какую-то 3d анимацию работаем сложных вычислительных пакетах и нам не нужно иметь какой-то мощный компьютер все у нас происходит удаленно где-то на серверах nvidia так вот теперь с технологией паскаль с этими новыми чипами все можно будет делать намного намного быстрее и например такие фильмы как аватар будут делаться намного быстрее как вы знаете фильм полностью рендерился на установках от nvidia на tesla и сейчас такие процессы смогут происходить намного намного быстрее ну и конечно же благодаря таким уже столь мощным вычислительным ресурсам все ждут появления каких-то интерактивных устройств например вы где-то идете в городе надеваете некие очки и смотрите на какое-то здание это кстати google cardboard но не суть смотрите на какое-то здание у вас выводится информация о том когда это здание построено что там как и так далее то есть будут появляться возможно в будущем такие технологии по крайней мере уже зарисовки для этого есть том числе и шлемы виртуальной реальности о которых только все говорили а теперь уже их шлепут как говорится как пирожки появляется и шлемы от компании sony и nvidia показали кое-какие разработки кое-какие патенты поэтому будем смотреть куда будет двигаться рынок пишите в комментариях что вы ждете от архитектуры паскаль также скоро уже подтягивается архитектура от amd polaris пишите в комментах за polaris или за паскаль будет интересно почитать и вторая новость это относительно недавно была представлена новая электромашина новый электрокар это tesla model 3 уже достаточно давно эксперты ждали эту машину стоимость будет начинаться с 35 тысяч долларов конечно не бюджетно но тем не менее если мы посмотрим на какие-то другие модели электрокаров то это относительно недорогая стоимость уже более 300 тысяч предзаказов напомню что автомобиль был представлен 1 апреля продаваться вам будет насколько я помню в 2017 году но предзаказы уже побили как говорится все рекорды осталось только теперь эти машины построить причем построить вовремя потому что ну заказ достаточно объемный строится также фабрика в штатах под названием gigafactory которая будет производить аккумуляторы это самая большая фабрика в мире по производству аккумуляторов если в будущем будет налажена переработка этих аккумуляторов в том числе во всем мире не только в тех же штатах то эта технология будет очень и очень чистой никаких выбросов уже по умолчанию потому что мы получаем полностью электрический двигатель отличные показатели то есть показывали там видео только нажимает газ и машина уже набирает ход то есть такого вы не получаете такого подхвата на обычных каких-то двигателях в общем это огромный плюс то что компания тесла все-таки смогла продвинуть электрические машины в принципе их делали и до их делают и сейчас но вот такого широкого распространения электрокары не получали хотя есть такой исторический факт что электрические машины появились еще очень и очень давно но их вытеснил двигатель внутреннего сгорания поэтому сейчас все возвращается назад как говорится реванш электрокаров в любом случае рынок уже открыто это значит то что будет конкуренция то что будут подтягиваться другие производители цена будет падать и если стоимость будет где-то около 15 20 тысяч долларов хотя бы я думаю электрокары будут уже практически повсюду осталось решить только две проблемы проблема номер один это запас хода и соответственно емкость такого аккумулятора сделать инфраструктуру это понятное дело и проблема номер два это то что аккумуляторы к сожалению невозможно эксплуатировать при очень больших минусовых температурах то есть вы получите потерю емкости если будут решены эти вопросы как я уже говорил плюс утилизации аккумуляторов то бензиновых машин в будущем уже не будет мы с вами увидим тот момент когда бензин уйдет в прошлое это просто отлично что ж подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх вступайте в группу вконтакте посещайте мой сайт все ссылки в описании к этому ролику а также не забывайте делиться моими роликами с друзьями в социальных сетях чем больше у меня подписчиков и просмотров тем больше мотивации создавать новые интересные ролики и до встречи в следующих видео пока пока